Сидеть дома или передвигаться на такси от подъезда к подъезду. Так может поступить тот, кто не хочет столкнуться с гололедом. Или Александр, у которого уже нет другого выхода. Какой-то, скажем, в этом году Новый год был совсем не новогодний. И вот уже где-то числа пятого с утра я проснулся, смотрю в окно, на улице снег. И вроде бы как даже такое хорошее настроение. Думаю, пойду погуляю. Зима пришла. Ну и в итоге вышел на улицу и, скажем так, упал, очнулся гипс. Александр получил не перелом, а трещину у основания большого пальца на ноге. В травмпункте ему наложили гипс, однако сидеть дома Александр не намерен. Каждый день он добирается на работу на такси, а также старается быть аккуратнее на улице. Я сейчас стараюсь ходить по более ровным и чистым поверхностям, то есть расчищенным. И я прикупил, скажем, специальные подковы на обувь, чтобы меньше скользить. С появлением заморозков и снега риск упасть на улице появляется у каждого человека. Зимняя обувь с нескользящей подошвой или со специальными шипами, расположенными на ней, могут помочь. Конечно, не стоит лишний раз торопиться при ходьбе на улице, особенно вблизи автомобильных дорог, иначе есть риск получить дополнительные травмы. Ну а если все-таки падение произойдет и не удастся отделаться легким испугом, при сильной боли в любой части тела необходимо сразу же обратиться к врачу. Ведь остаются на земле люди, которые даже в случае перелома пытаются лечить его самостоятельно. Сидят дома, ничего им никто не накладывает. Потом, когда у них, они прикладывают лопух. А потом, когда начинаются какие-то проблемы, и это не проходит все месяц-два, они приходят к нам и говорят, что вот что-то у нас не проходит уже достаточно долгое время. А когда мы делаем снимки, можем найти все, что угодно. Начиная от вывихов каких-нибудь застарелых, которые лечатся только хирургическим путем, и заканчивая всем, чем угодно. Перелом шейки бедра, которая лечится, эндопротезирование. Любой перелом, который лечится на поздних сроках, гораздо хуже срастается и, как правило, требует хирургического вмешательства. Поэтому даже если вы сомневаетесь, что получили перелом, лучше обратиться к врачу. Если человек получил перелом, и он не может двигаться, то, конечно, необходимо вызывать скорую помощь. Если человек как-то может передвигаться, надо этот перелом обездвижить любыми возможностями и ехать самостоятельно в травматологический пункт. У нас их два травматологических пункта. И в случае наложения гипса можно незначительно ускорить лечение перелома путем питания или витаминотерапии. Нужно есть больше творога, молочных продуктов, мяса, рыбы, отказаться от алкоголя и табака. Но и в будущем продолжать беречь свое здоровье. Остается надеяться, что в этом году люди смогут избежать серьезных травм. А городские службы позаботятся об очистке тротуаров и дорог ото льда. Анна Герцовская, Роман Вихров, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».